Всем привет! Это Алексей Коткин и экологические экскурсии в Петербурге. И сегодня мы поговорим о том, как ловят птицы. Время, когда птиц ловили на боёк, либо сачком, давно прошло. Хотя иногда в некоторых исключительных случаях до сих пор используют специальные ловушки. Маленькие, куда как в мышеловку залетает птица, и потом её можно оттуда достать. Но чаще всего ловят по другому, другими способами, другими методами. Наверное, самый основной – это паутинная сеть. Видите, за моей спиной такая паутинка, очень тонкая и практически незаметная. Если посмотреть на неё сквозь неё, то её практически не разглядеть. Это чёрная сеть, паутинная, которая служит для того, чтобы ловить птиц на пролёте. Ну или где-нибудь на местах обитания. Она натягивается между двумя жердями, поднимается. У неё есть вот такие вот карманы, которые хорошо видны. Птица, пытаясь пролететь насквозь, запутывается, падает в этот карман и ждёт, пока орнитолог придёт и выпутает её. У этого этот способ очень распространён. Практически во всём мире ловят исключительно им. Но у него есть несколько минусов. Тут нужно быть очень хорошим специалистом, чтобы выпутать птицу, потому что она может сильно запутаться, нахватать на лапки свою сеть. Плюс необходимо постоянно, регулярно проверять такие путанки. Эта сеть называется путанка. Чтобы птица долго не висела, слишком долго не висела там, потому что для неё это стресс и не очень приятно, скажем прямо. Но, тем не менее, вот, наверное, номер один вариант, когда ловят птиц во всём мире, это путанка. При помощи путанок ловят и в Европе, и в Америке, и по всему остальному миру. У нас тоже ловят, но у нас на Ладоге есть более совершенная конструкция для ловли из птиц. Это большие ловушки. Вот за моей спиной стоят два столба. Они пока пустые, но потом на них натянут специальную дель, сеть, и превратят их в большое невод, куда можно будет поймать птиц. Причём в этом случае птица может просто попадать в специальный садок, в котором может проводить довольно много времени. Она не запутывается, она, соответственно, не травмируется и может ждать там специалиста, орнитолога довольно продолжительное время. Если нет дождя, то можно сказать, что она может там спокойно просидеть и час, и более. Но такого не происходит. Птица вынимает, там каждые 10-15 минут будет проверка, поэтому среднее время нахождения птицы в садке исчисляется несколькими минутами, но никак не часами. Хотя, опять же, для больших ловушек возможно, что она может там долго просидеть, потому что условия там довольно комфортные. Так что вот сегодня мы с ним вами познакомились с таким видом ловли птиц, как путанка. Ну а о том, как ловят большие ловушки, у нас есть видео на канале, так что смотрите. Ну и если будут, задавайте вопросы, обязательно ответим про них. Кстати, друзья, у нас есть курс о птицах. Нужно найти в группе экологических экскурсий в Петербурге ссылочку. И можно узнать гораздо больше и о птицах, и о методах и способах ловли птиц. Ну и о том, какие птицы есть в наших местах и краях. Так что ждем вас на нашем курсе. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!